Девушки отдыхают 21 января для школьников Приморского края и других регионов России открыл свои двери Дальневосточный федеральный университет. В стенах ведущего вуза Дальнего Востока будущих абитуриентов приветствовал исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов. Сегодня мы открываем свои двери, чтобы вы узнали, где вы будете учиться, что мы для вас подготовили, потому что быть студентом – это самое прекрасное время в жизни. Я очень рассчитываю, что вы свяжете эти годы с нашим университетом. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вам было хорошо и интересно, как вы будете у нас учиться. Добро пожаловать в наш университет. Мы всегда вам рады. Здравствуйте. Первым шагом в выборе будущей профессии для школьников стало посещение образовательной выставки университета. Здесь преподаватели подробно рассказали обо всех программах, их содержании, возможности практики, стажировок и трудоустройства. В журналистику, да, хочу пойти, потому что мне нравится этим заниматься, и в ДВФУ очень классно, и хотелось бы именно здесь отучиться на журналистов. Хоть не поступать в 2020 году, но я все равно точно решила, что буду поступать в ДВФУ. Сколько бюджетных мест выделено в 2017 году? Как и когда подавать документы? Какие необходимо выбрать предметы ЕГЭ? Ответы на эти и другие вопросы о предстоящем наборе гостей получили на встрече с представителями приемных комиссий вуза. Ну да, я планирую поступить на робототехнику, либо механику. Туда и поступить очень сложно, но, не знаю, хочется просто и все. В школе экономики и менеджмента день был насыщен тренингами и деловыми играми для знакомства с образовательными направлениями. Мы в этом году в школе экономики и менеджмента реализуются 10 направлений подготовки бакалавриата. У нас добавился еще одно направление, это сервис, новое. До этого оно ни разу у нас не реализовывалось. Спрос уже достаточно велик. Много приходит студентов, прям именно о нем у нас интересуется. Школа искусства, культуры и спорта провела мастер-класс по современному искусству и смогла по-настоящему удивить школьников, предоставив 3D-кинематический костюль «Эксенс». Школьники провели в студенческом городке несколько часов и узнали все о возможностях федерального университета для учебы, жизни, науки, спорта и творчества. Старшеклассники познакомились с молодежными объединениями, творческими коллективами, студентами и инфраструктурой. Через год мы поступим в ДОФУ. Добавим, что день открытых дверей в Дальневосточном федеральном университете приехали школьники и родители из самых разных уголков Приморья и других регионов России. Редактор субтитров А.Семкин